я вот знаешь задумался над таким вот вопросом часто и многие священники когда они пытаются ответить но в итоге уходишь как бы без ответа не знаю что феномен такой странный мне никак тот непонятного чудотворные иконы казалось бы вот я все время не могу понять то ли все таки они то ли как бы язычники мы не язычники потому что ну понятно что уже много раз сказано людьми что помогает как бы образ ему даже не образ а святой которому ты молишься да скажем там богородицы или там какой-то святоугодник но скажем вот что касается например той же богородицы у нее вижу вообще есть несколько икон там в зависимости от того там казанская там владимирская вот и там один образ помогает другой говорят вот чудотворное другой нет как же это получается то есть если богородица она одна и поддержана должна как бы неважно какой кони главная сила твоей веры то есть насколько ты просишь а и тем не менее вот я даже услышал вроде историю то он грозный когда забор и осталось бы его окружало множество храмов и у них естественно были иконы богородицы так нет в итоге привезли какую-то там специальную икону он приложил семена к ней только тогда получил исцеление хотя мог бы тоже в любом храме также приложиться на однако исцеление почему-то не происходило вот странную речь что-то поэтому нам просто присуще это по плоти вот человеку ну как он принципе то создание плотское да даже если я отрицают существование духа души срон человек и при природе вещественной относится с каким-то вот даже не верующий человек он как-то одушевляет различные предметы да вот там медальон какой-то скажет вот это от мамы дал помогает мне и человек человеку естественно поверить дается вот история одна был там с палкой он шел и напался на него медведь какой-то он представил что палка это ружье и выстрелил и из палки убил медведя понимаешь как в мире бывает прям совсем фантастика для меня ну вот а как ты объяснишь это фантастика для таких случаев миллионы вот таких падают допустим люди с девятого этажа падает человек да встает и не переломов никаких а у него спрашивают как у вас так он у этого летел и просто верил в то что не разобьюсь и все то есть есть нечто такое в этом мире в этой природе то что нам просто не дано понять господь говорит поверь и ваше дано будет вам бывает две природы веры по вере христианина подается ему от бога по вере языческой может подаваться от бога а может и от неизвестных сил важно как верует человек мы настолько совершенные создания хоть мои грешные хоть вот после грехопадения вот такие сейчас стали костные все и не духовные да но все равно у нас сохраняется еще пока еще немного совсем сохраняется вот духовные способности к чудотворению какого-то то есть мы сами вот ну допустим женщину сколько случаев машину переворачивал две тонны наехала данная ребенка она подошла и легко перевернули через забор через трехметровый человек без рук перескакивает таких же масс это да это вот когда стресс у человека сильные это я эти случаи отношу к тому что в освобождении энергии вот это мощный идет и он да он может вот эти резервы сил откуда она берется этой энергии что это за энергии активирует вот и здесь это тоже самое проявление факту что что это за духи понимаешь что за духи помогают в осуществлении этих вот чудес это вопрос кажется еще завязано вот этот вот вопрос благодати потому что ведь говорят что вот это вот почему икона вот это вот скажем чудотворное что значит чудотворное то есть она благодатные некоторые батюшки говорят что вот на этой иконе как бы было его но объясните мне вот как почему вот это вот стоят там очередь к этой иконе справа там стоит другая икона к ней народ не стоит вот она благодать на то есть они пытаются как бы сказать что есть вот как бы вот благодать она вот на нее сходит ты когда прикладываешься или молишься вот ты как бы вот эту благодать тоже вот но может быть как вот причастие только может быть меньшем количестве и получаешь также как вот говорят там благодать в храме например да то есть ты пришел ощущаешь как что касается благодати в храме мне кажется я не Я не знаю, я, мне кажется, чувствовал это, хотя выразить это нельзя, это не просто спокойствие, умиротворение, это гораздо нечто что-то большее. Хотя кто-то может сказать, ты себя так вот накрутил, в храм зашел. Мне кажется, вряд ли так себя можно накрутить. Возвращаясь к тому видео, как ты с одним человеком говорил, ну накрути себя действительно, если я себя накрутил. Мне кажется, здесь то же самое. Накрутить нельзя. Допустим, нам нужно разобраться в понятии благодать. Как ты понимаешь, что такое благодать? Что это такое вообще? Ну если словами описать? Вот трудно вот это явление словами описать, действительно, что вот это Господь дает. Одновременно какой-то вот этот, я не знаю, тихий мир, что ли, спокойствие. Тоже даже оно распределяться может, если ты болен, может даже что-то исцелиться. Если ты там, скажем, телесно ничем не болен, просто получишь какое-то спокойствие, умиротворение. Может быть, понимание чего-то придет. Как-то, мне кажется, многогранно даже вот слов не хватает выразить, мне кажется, на языке. Ну может быть, еще от недопонимания. Потому что действительно вот это слово, вот благодать, чудотворение икон, довольно сложно найти в каких-то книгах или, скажем, в ответах у священников. Потому что, мне кажется, они сами даже не могут толком это сформулировать, потому что это переживаемое некое чувство, которое вот люди вот как-то так косноязычные. Я постараюсь пояснить, что такое благодать. На пустом месте, если есть определение, то, значит, и должна формулировка какая-то быть. Правильно? Что такое благодать? Благодать – это плод Духа Святого. Если есть что-то, то, значит, есть что-то, от чего оно производится. Написано, что Дух не знаем, где дышит и откуда приходит и куда уходит. Там, где появляется Дух Святой, там благодать. Что такое благодать? Ну, правильно, отнеслись сейчас вот к стенам храма, это все внутри храма, я пришел, там такая благодать, все такое благодать. Благодать, она повсюду разливается, по всей земле. Это и есть все Дух Святой. Опять же, вот в моем состоянии лежишь, а ощущается очень часто такая благодать. Вот вчера тут было вечером. Такое сошло, просто лежишь и улыбаешься. Если, ну что, Господи, ну откуда такое? Господь приближается и подает. Ну, концентрация – это благодать различна, очень различна. То есть, вот я когда ухожу из храма, то есть, уже совершенно другое. То есть, видать, концентрация резко, вот, как температура упала. То есть, ты вышел в город, может быть, там она тоже есть, но она там настолько мала, что лично я ее не чувствую. Нет, Дух разливается повсеместно, понимаешь. Дух, Господь с избытком подает Духа Святого. Но вопрос в том, насколько мы готовы его принимать. Меняется не Дух, меняемся мы, понимаешь. То есть, приходя в храм, ты тоже человек, он готовит. Наше тело называется храмом Духа Святого, да. Или не знаете, говорит, что Дух Святой живет в вас. Вот, то есть, мы готовим, подготавливаем свой храм, мы очищаем от всяких мыслей, там, дурных, да. Подготавливаемся, строгости соблюдаем такую. И Господь посещает нас, понимаешь. Ну, чтобы находиться постоянно в этом Духе, мы должны и в мире, и везде, и в метро, там, и на чердаке, мы должны находиться в этом. То есть, блюсти себя в чистоте, и тогда Дух Святой не будет покидать человека. Странно, а почему же тогда состояние все-таки меняется? Мы так как-то вот меняемся автоматически. Дух Святой сгоняем и других духов. Кто-то на ногу наступил, вот Дух Святой выходит, потому что его вытеснеет Дух Злобы какой-то. Ну, не, возможно, конечно, я... Возможно, возможно. Ну, в общем, вот это вот, конечно, с иконами, вот, я так, я, конечно, не могу толком разобрать. Неужели это все только на самовнушении? Потому что, если бы это было на самовнушении только, ну, столько людей, и действительно, как-то так же это и с мощами вот это все происходит, когда эти толпы, столпотворения, конечно. По большей степени, ну, можно сказать, в 99% сейчас играют. Ну, конечно, там еще и от веры зависит. То есть, каждый человек приходит и кому-то помогает, говорит, а мне вот не помогло. То есть, кто как верит, тому так в итоге и помогает. Это же не магическая вещь, что приложился и всем все одинаково. Вопрос, в чем помогает, понимаешь, мы просто плоско видим со своей плоской стороны помощь, это значит, в исцелении болезни. То есть, для болезни иногда подается, для исцеления души, потому что Господь именно для пользы подает эту болезнь. Человек по-своему думает, сейчас я пойду вот против. Тут это все в плоскости, в одной нельзя. Ну, или там какие-то материальные там вещи просят люди, там еще что-то там помочь. Если человек там ютится, там много лет в какой-нибудь там, скажем, там квартире, там, ну, даже не квартире, а бараке, там какое-то там жилье он может там как-то помочь, именно Всевышний попросить, чтобы там жилье, там вот такие вещи люди. Понимаешь, вот сейчас возьми мусульман, у этих самых, как это называют, на Тибете, которому поклоняются. Будда? Буддисты, да. Буддисты, ты что думаешь, меньше чудес и исцелений вот от этих различных истуканов и изображений? Мне кажется, да, Сереж, я думаю, меньше, потому что ведь это, разве, поскольку это все бесовское, ну, я считаю, все эти истуканы и прочее, это язычество, а все, что язычество, это же сатанизм, мы знаем. И получается как, если они давали бы исцеление, то разве бес может исцелять, как Иисус сказал, если я исцеляю бесовскую силу, то царство, получается, разделилось в себе, оно не устоит. Не может бес изгонять беса, не может бес давать исцеление. Даже кто-то говорит, что там он может, он может схитрить, да, если там вот к бабкам, чтобы заманить, там он... Вот, 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 схитрить. А потом, Буренька, это все перевернет так, что когда ты уже войдешь... Вот зайди, зайди в интернет и посмотри, сколько там роликов с исцелениями. Ты, значит, от язычеств вещей, от Будды и всякого этого дела? Вот, их в разы больше. Тибетти верят, что одного прикосновения к образу мандалы Будды медицины достаточно, чтобы исцелиться. Также считается, что песок помогает преодолеть трудности, очистить мысли и поправить карму. Ну, где ты мне покажи факты исцеления, допустим, от икон? Одного человека приведи и мне покажи, чтобы он исцелился от икон. От икон не знаю, но я вот могу свой пример рассказать. Но у меня исцеление было не от икон, а от соборования. Самый первый раз, когда я пособоровался, исцеление произошло мгновенно и в тот же день. Притом, это нельзя назвать совпадением, потому что был целый букет и ушло вот за одну ночь. То есть, я пособоровался и все, вот знаешь, как, просто как, вот взяли вот лист какой-то и вот вычистили, все просто. Конечно, это укрепило веру очень сильно мою. Мы не знаем от чего, мы видишь причину раз от этого, от этого. Ну, я, допустим, вот не соборусь, у меня такие болезни смертельные, понимаешь? Потому что я соборовался всего два раза за всю жизнь, и потом я не вижу в этом. Меня пришел священник, пособоровал, ничего не легче стало. К Господу обращаюсь и говорю, Господи, помоги мне, вот такая болезнь, понимаешь? И без всякого вмешательства все это проходит, и Господь забирается. Ну, и тут в зависимости от того, действительно, как бы, кому-то нужно оставить, кому-то нет. Вот я имею в виду, те же, ту же немощь, ту же болезнь. То есть, Гальпот же видит, кому пойдет это на благо или нет. Я там не помню, я тогда еще там не сильно уцерковленный был, я там вам даже не добавлял, там, да будет воля твоя. Я просто подумал, что, как бы, врачи уже помочь не могут, я думаю, если... То есть, я веровал, примерно, знаешь, так вот, как, типа, верую, помоги моему, не верю. Как-то вот так вот было. Я думаю, ну, если Бог есть, то вот Он точно поможет. Я как-то вот так думал. Мы просто вот своим умом устанавливаем такую причинно-следственную связь, да? А все в духовном мире совершенно все по-другому. Там другие законы, там совершенно все по-другому работает. Другой механизм, не такой, как на Земле. Нам кажется, вот люди читают Ветхие Заветы просто ненавидеть, начинают Бога Ветхого Завета, понимаешь, видят в нем тирана такого, уничтожителя, карателя такого. Вот, ну, нельзя смотреть нашим плоским умом и читать Ветхие Заветы. Бог есть любовь, Бог. Даже несправедливость, Он любовь. Если бы действительно была справедливость, то давно нас уничтожить всех нужно было бы. По этому поводу, да, там я там комментарий написал к одному из твоих видео, там по поводу справедливости и любви, там такой большой. Что-то мы не можем рассуждать о мире духовном, видишь. Нам даны определения плод Духа Святого, и мы хотя бы в этом должны научиться различать. Ну вот, кстати, как раз про благодать возвращаемся. Вот как раз плоды Духа Святого – это же радость, мир, да, незлобие, смирение, вот это вот там как-то. Да, да, долготерпение. Да. Вера. То есть вот это вот и есть, наверное, благодать, получается. Да, когда мы открываем сердце для Духа Святого, мы производим вот такие плоды. Но не мы уже, а как бы через нас Дух Господень производит этот плод, да? Вообще, конечно, странно наблюдать. Вот я просто недавно, ну как недавно, ну может слышал, в Москву уже привозили в этом году мощи Спиридона Тремифунского. Слышал? В этом году. Это я не слышал. Ну вот я, в общем, съездил, но картина была, конечно, так, мне грустно стало, потому что вот в одном из твоих, по-моему, тоже видео там с каким-то парнем беседовал. Там есть как раз ты картинку вставил, это как раз общались, ты еще рассказывал там историю, ну, историю христианства. То есть сначала там 12 апостолов, потом от них еще там апостолы пошли, что это ты говоришь. Ну да, да, и вот там как раз фотку ты в этот момент вставил, там где вот эта вот очередь именно христиан, и там заграждение, еще люди, еще заграждение. То есть даже вдуматься, да, как абсурдно, то есть людям нужно заграждение, потому что настолько нет там неблагогровения, а даже элементарной дисциплины. Если убрать, то народ сомнет просто друг друга, да, и это вот как бы христиане мы стоим, да, и вот просто когда эти ограждения открывались, хотя мы стояли примерно там, ну, каждый понимал, за кем он стоит, если так вот совесть своего галит. То есть большинство народов, конечно, бежало, это было очень грустно, то есть, ну, сказано, вот ты идешь, у тебя какая-то своя просьба к святому, ну, зачем ты ближнего вот так вот яро обгоняешь, вы же вот все стоите, как бы, как бы, что называется, братья и сестры. Нет, вот такая грустная картина, то, что вот народ идет, бежит вперед, и неважно, то, что он стоял там на пять человек дальше, чем ты, кто-то скажет, да это вот очень неприятно, какие же мы христиане, если вот мы вот так рядом стоящие ближние, это вовсе не ближние, а так. Я вот по своей просьбе пришел, и все. Это, конечно, было, я очень разочаровался, как бы, потому что, ну, я не думал, что настолько будет, ты знаешь, иногда просто стоишь с толпой людей, которых ты вообще не знаешь на какой-нибудь даже там рок-концерте, и там неизвестно, кто из них верующий, кто из них атеист, кто из них кто, и ты знаешь, там и то как-то, скажем, даже элементарного порядка больше. Если человек стоял за тобой, он так и идет за тобой. А здесь, казалось бы, люди должны, наоборот, пример показывать, пример какого-то вот, ну, именно отношения человеческого. А я это вот там так и не увидел, но мне как-то реально грустно стало по этому поводу. Думаю, странно получается, вот такой пример мы являем как-то. Потому что это происходит по плоти все. Даже вот и сравнивая с концертом, да, ты приходишь духовно, ну, даже, конечно, какой там дух неизвестный в концерте укрепляется, вот. Но там, вот в этих очередях, там плоть спешит, понимаешь? Это в миру называется халява. Вот тут то же самое происходило бы где-то не бесплатно, вот сейчас раздавали там окорочками. Ну да, 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 ну как халява, ну а ты же, ты же как бы, я не знаю, ну если ты там входишь в церковь и все, халява, халява, я понимаю, халява, можно обогнать там человека, все, но ты как-то же, ты, ну думай о ближнем, я не знаю, как-то вот халява. Там уже другие энергии, в человека другой дух работает. Ну как же, если ты хочешь сказать, он его не может контролировать или не хочет? Да если христианин, он может контролировать. Никакой дух не вмещается в христианина, кроме духа святого, он просто боится другой дух подступить к христианину. Но вопрос в том, христианин ли человек, понимаешь, тут должен каждый себе задавать ежедневно, ежеминутно этот вопрос, а в духе ли я Христовом, а сейчас в духе ли я Христовом, да? Христианина, когда усиляется, только дух подступает, когда, так, стоп, отойди от меня, понимаешь, он тут же отгоняет его, отойди от меня, любой дух, который противоречит или упорствует духу Божьему, никакое не гнилое слово не вселяется, никакое, тем более, дело не может вселиться в христианину. Христианин один плод приносит, только плод духа святого, а если от нас исходят вот эти распри, то это уже не от Духа Божьего. Видишь, христианином называют себя, там часто пишут, РБ пишут, ну, типа раб Божий, да? Я раньше спрашивал человека, а ты вот пишешь, что ты делаешь, чем ты трудишься для Господа, называясь рабом Божьим? Раб Божий – это великое название, такое название сам Господь. Мне тоже кажется, это от тщеславия, когда там вот звонят вопросы батюшки, там, раба Божия такая-то, ну, зачем вот это вот? Даже, кстати, сами священники, тот же Смирнов, ему, по-моему, это вообще очень люто не нравится, он же вот так вздыхает тяжело. Ну, потому что, действительно, как бы, народ, вот эту какую-то, действительно, масочность, она идет, ну, как маска. Это иерархия целая. Сначала раб, потом друг, а потом сын становится. Кто-то себя называет и детьми Божиим. Я сын Божий, там, или я дочь Божия. Ну, это да, я видел ролики в Ютубе таких вот, которые говорят, а мы вообще-то там сыны Божии, потому что мы же созданы по образу и подобию Божию. Человек из этого вывода заключает, что он, как и Христос, как Сын Божий. Это я видел. По образу подобию был создан только Адам. Мы уже по образу греха все рождаемся. Мы рождаемся от родителей своих, все пропитанные грехом. Для этого Господь пришел на землю, чтобы показать нам путь избавления. Если мы были сейчас по образу Господа, то какие бы препятствия нам в рай войти, понимаешь? Не было бы препятствий. А мы даже не понимаем, как туда войти. Мы не понимаем. Для этого Бог сам пришел. Понимаешь, вот три с половиной тысячи лет он через своих пророков он пытался донести людям, растолковать, что вам надо измениться, что вам надо, понимаешь? Потом он уже, видимо, иссякли слова у Господа для нас. Он сам пришел уже, понимаешь? То есть уже сам муравьем сделался, воплотился вот в такое ничтожество, уже показать на личном примере. Ты представляешь, Бог, до чего умолился? Насколько любовь его простирается? И то мы сейчас даже этого не понимаем. Потому что, мне кажется, все больше побрачается ум, и действительно сердце черствеет. А когда ум помрачен, ты же как слепой котенок, как крот, ты не видишь. Тебе кажется, это самое страшное состояние, когда тебе кажется, что ты видишь, но ты не видишь. Вот это вот. Потому что ты помочь себе не можешь, потому что ты не знаешь, что ты болен. А если ты не знаешь, что ты болен, да, там, духовно, то как ты себе поможешь? Ты же считаешь себя здоровым. Поэтому, конечно, тут. Это правда, да. Вот любой алкоголик спроси у него, там, он скажет тебе, я не алкоголик или шизофреник. И шизофреник никогда не признается, что он... Ну, или любая болезнь такая, умовая болезнь. Ну, да, это как бы старая даже фраза, что первый шаг к выздоровлению – это признание того, что ты болен. То есть уже это огромная уже вещь. То есть понятно, что куда двигаться. Вот, кстати, тоже по поводу... Сейчас все тоже говорят на твоем видео, там, последние времена, не последние. Я что-то так задумался. Мне кажется, это вот просто ощущение каждого поколения. Потому что я вспомнил, ведь христиане, скажем, 2-го и 3-го века, они уже... Ихняя степень греха, они же не знали, как люди будут жить через 2000 лет. Им уже казалось, что они настолько черные, и им казалось, что вот сейчас уже Христос придет, что уже последние времена. Нам, соответственно, кажется, что вот почему сейчас уже действительно там и интернет, и там почти чипы, и все дела. Потому что мне кажется, просто мы можем себя сравнить с предыдущими поколениями, которые были почище. А то, что будет за нами, мы не знаем, мы сравнить не можем. Мы, естественно, нам кажется, что вроде вот как у нас уже там мы, и католики уже там официально разрешили, по-моему, уже там гомосексуализм и так далее. И мы думаем, ну вот-вот, все сейчас уже в последнее время. А я вот так думаю, просто нам ведь еще, может быть, будут гораздо больше ужаса, там в 2300 или 500 году. Нам просто же сравнить не с чем. Мы сравним все с предыдущими поколениями. Естественно, как и те поколения, мы начинаем как бы так вот думать и говорить о том, что, скорее всего, в последнее время. Крестьяне 2-го века тоже говорили, что все, в последнее время мы уже тут так, там, такой садом, грубо говоря. А видишь, прошло вон сколько, 2000 лет. А это новые сейчас вот ученые, кстати, вот новое поколение ученых, они, ну как бы, вот эту позицию, о чем ты говоришь сейчас, я даже не знаю, к чему, к какому закону привязать это. Вот, ну потому что я такой, он слабоват в этом. Ну, попытаюсь словами объяснить. Вот, то есть, возьмем 17-18, даже дальше не будем ходить туда, века до 20-го, да? И смотри, вот на протяжении каких отрезков времен происходило развитие в технологиях, да? То есть, человек придумал что-то. То есть, между изобретениями поначалу были, ну, можно сказать, там, десятилетия, да? Вот, поначалу были столетия, тысячелетия вообще были. Потом десятилетия. Сейчас пошли уже, вот, допустим, сотовый телефон, когда у меня был первый сотовый телефон, тогда, ну, смотрели люди на человека, на такого, они просто... И это всего было всего лишь навсего 15 лет назад, понимаешь? А сегодня это уже сокращается, и это будет сокращено, и причем чем ближе... Время ускоряется, да? Оно ускоряется, да? И вот это вот, о чем ты говоришь, вот это, там, 500-й, 3500-й год, понимаешь, он может настать буквально за пятилетку какую-то. Да, вот ускорение времени, это тоже, кстати, действительно такая мысль емкая, тоже заметно, потому что оно же развивается не, как сказать, не константно, а оно как тригонометрически, то есть, в квадрате, в квадрате, там, восьмой степени, то есть, вот так вот по экспоненте растет. Именно так. Вот, и поэтому, да, в принципе, может уже... То есть, то, что раньше происходило за 10 лет, сейчас происходит за год. Еще задолго до Рей Курцова с его идеями об экспоненциальном развитии ноосферы и технологической сингулярности, мыслители XIX века заметили такое явление, как ускорение истории. Первыми, кто сделал такое наблюдение, были немецкий философ Фредрих Энгельс и американский историк Генри Адмельс. Позднее и другие ученые делали такие наблюдения. Ускорение истории заключается в том, что с каждым новым историческим этапом, который, короче, в предыдущем в 3-4 раза, происходит, однако, больше изменений, чем за все предыдущие периоды вместе взятые. Это и есть экспоненциальное развитие. Подобным образом развивается и демография, информация, количество событий, социальные статусы, наука и технологии. Например, в 20 веке всего за 100 лет произошло больше событий, чем за всю предыдущую 5000-летнюю историю человечества. Родилось людей также больше, чем за всю прошлую историю человечества. Таким же образом стало больше социальных статусов, промышленного производства, информации, научных открытий и изобретений. Да люди уже, я не знаю, и мирские чувствуют, что время ускоряется. Люди ничего не успевают вообще. Очень сильно, да. Мне кажется, вот люди жили там, скажем, даже и по фотографиям, и по фильмам, даже вот отследить историю элементарно. 70-80 год. Ты смотришь фильм 70-го, смотришь фильм 80-го и 85-го года, там автомобили, говор людей, там обстановка, их харизма в среднем. Любого человека, они почти все одинаковые. А если ты посмотришь фильм, скажем, 2000-го года и 2010-го, это уже абсолютно разные фильмы. Скажем, по обстановке, по атмосфере, по всему. То есть видишь, что время сильно ускорилось, и уже видно там, что... Само развитие событий. Я недавно Чарли Чаплина смотрел, показывает сцену, где они сидят там в ресторане, пьют там что-то, ну, такое смешное. Вот, и показывает минуты три, как они сидят только, понимаешь. И этот человек готов был сидеть и ждать, и смаковать все это. А сейчас за три минуты происходят там глобальные события в фильме. То есть картинка настолько часто меняется. Вот эти вот ученые, которые занимаются новой физикой, они говорят, что время сократилось на 6 часов. То есть по восприятию. Как стрелка-то она идет 24 часа в сутки, но по восприятию на 6 часов уже сокращено. И где-то так оно и есть, да, по ощущениям. Все так чувствуют. То есть у нас час стал чувствоваться в среднем, скажем, то есть если от 24-х 6 взять, да, то есть... Ну минут 40. Четвертая часть, как 40 минут, да, где-то получается. Может быть, да, вот эта интересная тоже вещь. Господь же сказал, что ради избранных Он сократит это время. Есть такие пророчества, что как раз к концу времени не то, что там день-ночь будут меняться, а человек будет засыпать зимой, а просыпаться летом. То есть вот такая смена климата будет происходить. А что-то я почему-то так не помню. Надо опять этот апокалипсис перечитать. Нет, это пророчества. В таких есть, ну, в преданиях. А, то-то я помню, вроде апокалипсиси что-то не помню. В предании кто-то из этих, из святых рассказывал такое. Да и причем я это слышал лет 20 назад, наверное. Не, ну сейчас уже то еще подтверждал кто-то. Да ну все это настолько. Я просто, ну сколько я 47 лет живу, допустим, последняя вот половина жизни очень ярко отличается от первых там 25 лет жизни. Понимаешь, все было по-другому. Все не потому, чтобы я там был молодой, да, или кто-то другой был молодым, а просто по соотношению вообще, по принятию жизни. То есть по отношению людей к жизни. Ну, я вот с сестрой с одной своей разговариваю, ну, неверующей так, ну, номинальной такая. Вот, да и у времени нет, вот гоняешь за день, там вот она перечислила только куда надо, вот сейчас ближайшие там, до вечера куда и... А зачем? Там, понимаешь, ну это я не знаю, там надо посетить ей было еще четыре места, которые находятся там в разных концах города. это же... И вот так у него говорят, у меня вот так все дни проходят. А спрашиваешь, зачем, понимаешь? Какая-то мышиная возня как бы идет. Конечно. А это же для чего? Оно и делается, это все для ускорения. Понимаешь, не то, что там оно само ускоряется, это время, а мы его, мы творцы этого времени, мы творцы событий. Все это делаем мы. Сейчас уже даже таких людей, вот каких-то внутренних, созерцательных, и вообще понятие созерцания уже, наверное, вообще уже умерло, потому что какой там созерцать? Надо туда, надо сюда, и даже детей также вот там все эти... Сейчас посмотришь, куча всяких у них этих секций и прочее. Ну, кто считает, что это разумно? И ты смотришь, там человек в итоге вообще, он еще отрез... Как вот, например, можно там на рисование, потом на английский, потом на то, на счет... Да чтоб просто прочувствовать, скажем, тоже рисование по-хорошему, на него надо спокойно прийти, там внять в него, потом прийти, домой как-то с этим вот... Это пережить, потом еще дома какие-то эмоции. А как ты можешь пережить эти эмоции от того же кружка рисования, когда ты сразу же пошел на английский, потом на каратэ, ну-то... Я вообще не понимаю. Как это? Это до тех... Это же не пирог, когда ты там, чем больше ты начинки туда напихал, то это вся начинка у тебя там и осталась. Ты потом ешь, и все это, все эти ягоды у тебя там есть. Это же человек. Просто видишь, сам формат восприятия мира поменяли человеку, это ускорение, причем произошло, вот последние 10 лет это ускорение, человек так не жил, потому... Вот это можно даже по интернету, тоже сестра, тоже, кстати, сестра одна говорит, двоюродная. Я вот дочке смотрю, как она... В интернете браузер открыт, и у нее там этих квадратиков десятки, ну, то есть, всяко он открыт. Страничек, да, да, да. Как она будет понимать, запоминать, я умаю, я открою, и все для меня, это уже много. Как она что там понимает, и она мгновенно переходит, понимаешь? Ну, что касается этого, такой пример может быть узкий, там знаешь, какая вещь, может быть, я тут недавно мама у меня там, ну, она там, грубо говоря, считай, бабушки может годиться кому-то там, и 70 там, ну, почти 70 лет. И там полгода последний научил тоже интернетом пользоваться, все. Вот у нее тоже много страничек открыто, но это не значит, что она их там, она просто как делает, она откроет одну какую-то, так, там, часть прочитает информацию, потом говорит, оставлю себе, следующую откроет. В общем, она 10 так откроет, у нее 9 там висят, она как бы... Нет, я тебе говорю о том, что она работает вот так. Единовременно. Одновременно сидит и в этом во всем участвует, понимаешь? То есть, она в соцсетях вот общается там с несколькими людьми одновременно. А сейчас же говорят, вот это вот клипсовое мышление, то есть, раньше было, забыл термин, вот два всего, Смирнов об этом говорил, клипсовое и еще какое-то. И вот у нас вот было там другое, а у них говорят клипсовое. То есть, это когда ты, как бы то, дефрагментированно, то есть, ты на множество задач сразу ориентируешься. Так ориентируешься, ладно бы ты ориентировался душой, но это понимаешь, это идет ответы штампами, человек отвечает, то есть, он общается с людьми, он не думает, он отвечает, как это запрограммировано. Ну, да, или какими-то короткими фразами там. Ну, то есть, все получается, как бы, это, тривиальным таким, в плохом смысле, становится примитивным. Вот. Примитивно идет, как бы. Работает, то есть, душа, ты видишь, душа не участвует, ну, как бы, в жизни человека, то есть, человек вообще ее, как бы, отрицает своим существованием. Его вот это существо, оно, ну, да, кажется, все и участвует, и везде он вроде, и оказывается, что и нигде. Да, одновременно везде и сразу нигде. Это вы же как раз и, вот смотри, мир, он, допустим, сатана, как его называют, обезьяна Бога. Я вот говорю, то, что он не изобретатель, он сам изобрести ничего не может. Ну, вот даже мир, вот этот вот, которым он сейчас, ну, князем является, да, он создает по образу Бога. Вот смотри, Господь создал, да, вот, ну, тоже можно отнести к какой-то программе, то есть, этот мир. Все, как бы, зима, весна, там, лето, осень, они своей очередностью, там, день, ночь, все это по определенной программе работает. И Господь в силах, он может в эту программу вмешиваться. Вот, так этот, эта обезьяна, она, видишь, что я сделал, она изобрела свою такую программу, компьютерную. И людей, чем он увлек, что они сами становятся, помнишь, он как говорит, и будете как боги. И сегодня мы участвуем, вот в этой, вот в этой компьютерной, как бы, рубиться жизни, мы становимся богами, мы творим, с самого детства, с самого года, он только, ему три года, он уже сидит там, рубится, и героем себя представляет каким-то. Понимаешь, он творец, он может принцессу там завоевать, убить там дракона. Вот, он творцом жизни становится. Вот они будете как боги. Ну да, но творцом, это, мне кажется, такая тоже, опять же, обман вот этот, что он творец, но он творец в своем, ну, так сказать, мире, но он виртуальный, в реальном-то мире получает. Чем больше он творец там, тем, возможно, меньше он в реальном мире творец. Нет, это не завязано, как ты считаешь? А он не воспринимает уже реальный мир. Ему в реальный, он в реальный мир ходит, чтобы там поесть и какие-то справить свои нужды, а туда он ходит как в реальный мир. Для него... Ну, ну, только получается, что это, опять же, приводит к тому, что это, вот это творение, это превращается просто в пагубную страсть, которая человек... Ведь оно, ведь смотри, вот там он завоевывает принцессу, ну, а в реальности-то получается, он же вот этих вот, если бы это в реале произошло, у него был именно человек, вот эта та же принцесса, любой там какой-то, да, то есть это новое общение, когда ты, это все в реальности происходит, у тебя же, получается, ты совершен... Душа твоя совершенствуется через общение, через опыт, а так получается... Ну, конечно, у них есть там общение, чаты и прочее, но это суррогатно так очень. А в реалии, почему в большинстве своих... Для чего молодежи прививают комплексы? Сегодня так же и мальчишкам, девчонкам этим, совершенно вот таким, школьникам, то есть с помощью плакатов, с помощью журналов, там, ул-ел всякие, да, как и должна там выглядеть она, или какой он там должен, успешным и достаточным, какую машину он должен иметь. Понимаете, в этом мире он не может реализовать себя, поэтому он там себя реализует, он этот мир не признает. Поэтому сатане сегодня и нужно увлечь людей в свой мир. И он какой мир-то предложит? Сегодня же мы видим, показывают вот это недалекое будущее, когда человек, сидя дома, он будет получать все, вплоть до того, чтобы вот эти контейнеры хотят устроить вот по образу такого жилья, что будет через контейнеры и еда подаваться. То есть ты будешь через интернет заказывать, и тебе через контейнеры будет определенная квартира, прям еда подаваться. Тебе не нужно никуда будет выходить вообще из дома. Ну, это уже, это уже на 50% сделано, в принципе, почти уже все магазины. Сейчас, если раньше это было только там какие-то эксклюзивные блюда, типа там, пицца, роллы, то сейчас самый элементарный хлеб, там, щетки зубные, все ты можешь купить, тебе там привезут. Это вопрос только достатка. А когда это выйдет на широкие рельсы, так же, как в свое время автомобиль был этим самым, ну, роскошью, да, потом это вышло на широкие рельсы, и все, автомобиль сейчас уже как мобильный телефон. Также это, когда сейчас это пока роскошь, там, каждый день, скажем, заказывать еду на дом, потом, да, скорее всего, как-то, всех переведут на это. И это, и полностью уйдет движение физическое, увеличится еще больше депрессуха, потому что, по крайней мере, по плоти мы созданы так, что если не двигаться, там, мне кажется, химпроцессы нарушаются. Ну, я имею в виду, если там, как-то, говоришь, кабель не перебит, если, то у тебя организм будет требовать движения. Иначе там, мне кажется... Все, у кого нарушается кабель, все эти изолированы будут. Останутся только те, которые, ну, эту систему принимают, которые способны принять эту систему. Это технологии. Мы уже смотрим на развитие Китая. Вот сегодня уже им присвоено даже вот такие, как это ставят, по образу светофора. То есть, как это называется, я забыл. Ну, то есть, способность существования вот именно в современном новом обществе, да. Если человек там, он нетрудоспособен, ему один цвет ставится. Если он успешен, если он кредитоспособен, ему другой цвет ставится. То есть, он уже в системе это обозначается определенным цветом. Представьте себе мир, где каждое ваше действие становится объектом оценки. Где ежедневно копится история ваших действий, во сколько вы проснулись, какое вызвали такси, до какого фастфуда доехали. Что вероятно у вас гастрит, и это подтверждается вашими недавними покупками в аптеке. А так как вы не искореняете вырядную привычку, то вы, вероятно, безответственный гражданин. Поэтому ваш социальный рейтинг снижается. Более того, рейтинг это открытая информация. Она практически написана у вас на лбу. Поэтому друзья начинают удалять вас из списка контактов, потому что вы можете навредить их репутации. Скажите, вам нравится такой мир? Хотя не утруждайте себя. На самом деле вас никто не спросит. Добро пожаловать в Китай. Почему? Я все это читал. Вот именно в каком образу будет создаваться этот мир. Я читал еще сколько? 14 лет назад. Это же причем была статья просто. Я не знаю, это какой-то пророк от Господа просто написал. А, то есть, это не научная, да, статья? Это как-то... Нет, какой научный просто человек какой-то написал поэтапно из того, как будет происходить все это. Понимаешь? А ты уверен, что это, ну, адекватная мысль, скажем так? Ведь мы же неизвестно, каким духом был Вадим этот человек, когда писал. Так я же на протяжении этих 15 лет вижу просто, как все это... А подтверждение? Поэтапно это произошло и сбылось. Это сбылось. Все его этапы, они реализовались. Я просто не знаю, ну, соприкоснулся просто с таким вот, то, что... Я потом пытался лет 10 спустя найти эту статью еще раз. Ну, я не сохранил ее просто. А, нет, я сохранил ее, но у меня Винчестер тут полетел на старом компьютере. Это, это дьявольские прориски, точно. Вот, и сейчас я эту уже статью нигде не не найду, конечно же. Ну, это удивительно просто. Я только одно подтверждение, знаешь, нашел, но это, естественно, никакие не пророки. Это вот с научной фантастикой давно кто-то книгу приносил, я в институте еще учился. Еще, естественно, не было там ни продукции, ни планшетов, ничего. Мобильники тогда только-только появлялись вот эти вот с черно-белым экраном и так далее. А он принес книгу старую, то есть, сама фантастика вышла где-то с 75-го что ли года. И там человек писал вот то, что происходит событие там, корабли, все дела там. И вот он написал, что у компьютера у людей такие уже, то есть, тогда же только-только начиналась развиваться индустрия компьютеров, что вот просто планшет, и ты на него пальцами тыкаешь, никаких кнопок. И лет через 10, когда появились планшеты, я про эту книжку вспомнил. Это, естественно, просто научную фантастику там человек писал. А что уж говорить, когда вот если люди действительно знают что-то больше. Интересно было бы, конечно, статью подсчитать. Интересно, до какого года он там это расписывал, все. Ну или он там не... Годов там не было, там просто очередность. Там просто общие события. Ты видишь, годов их никто не знает, ни дня, ни часа не знает никто, но пророки, они способны саму очередность указать. Вот. То есть, поэтапно, поэтапно. И я подтверждаю прям просто на 100%. Вот. И следующий этап, это, это суета, ку-тюрьма в мире, вот это вот. Ну как это будет, я не знаю, по решению. Ну, по откровению, это война будет, да. Когда просто народ застонет и захочет избрать себе ну, единое правило, единый закон во всем мире, вот, чтобы уже не было никаких, никакой вражды. и, конечно же, люди захотят быть подконтрольными, потому что уже вот это все, оно во всем мире, преступность, ну, можно сказать, такая. Да, в принципе, что там, оно уже подавляется везде с помощью вот этого контроля. Камеру-то везде уже поставили, особо сейчас не свороешь. насчет того, что там 2500 лет, я сомневаюсь. Не знаю, насколько это быстро. Не, ну, я тоже точных дат не знаю. Это я просто подумал, что я просто как раз читал то ли у святых отцов, то ли где-то, что как раз христиане вот уже 2-3 века, им уже казалось, что куда уже чернее, куда уже хуже. То есть, им, они уже себя считали как бы такими вот уже, так сказать, почерневшими уже от своих, так сказать. Ну, это происходило просто вследствие гонений, то, что вот римская власть такие гонения на христиан были, но потом в 4-м веке, да, и не то, что в 4-м, в 3-м веке христианство уже признали государственной религией. Не государственной, а государство признало его как бы безобидным явлением. Наверное, потому что плоды на тот момент немножко поиссяклись, может быть, вот именно таких людей, подвижников. И, может быть, этот князь оставил на время, может быть, он же смотрит, как бы, что пока людей нет таких духоносных, и пока решил перестать, может быть, как-то гнать. Потом они опять появлялись, потому что как только человек духоносный появляется, у него же ополчается, как все, потом любое житие почитать, начиная от того Серафима Царовского, да? То есть, там же просто... Ну, правители становились некоторыми христианами, поэтому происходило такое... Ну, это явление просто как гонение на какой почве, то, что клевета была много на христиан, вот. А когда узнавали правду, то, конечно, когда правда открывалась, но они говорили, что они детей едят, пьют кровь и мясо едят детей. Сейчас опять вот, кстати, есть твой, кстати, однофамилец, но и зовут его Алексей, я тут случайно на его видео напоролся, тоже, Алексей Козлов, вот. У него какая-то, я так посмотрел видео, у него ярая пропаганда антихристианства, и тоже вот, знаешь, там, 15 тысяч лайков, там, и там, 150 дизлайков, а почему так 15 тысяч лайков? Потому что народ Писания не читает, и когда слышат слова, вот, они там пьют кровь, значит, это самые плоти, там, людоедство и сатанинские обряды, народ, о, точно, лайк, опа, и все. То есть, чтобы почитать самому, вникнуть, что такое таинство Евхаристии, нет, вот, человек сказал, все верно, поддерживай там. А кто-то наоборот, знаешь, вот эта вот двоякая ересь, кто-то наоборот говорит, что, значит, ну, какая там плоти кровь, и что, мы же не людоеды, мы просто пьем вино, едим хлеб и представляем, как бы, что это вино, и это еще больше хула, кстати, на таинство. Вот, один даже, я же читал, то ли это предание было, то ли это реальное, то ли притча, то ли что-то, когда там одна из девиц, какая-то, тоже причащалась и помыслила в себе, ну, это просто, значит, просто вино и хлеб, но вот, я сейчас его съем, и все будет нормально. И в результате, оно вот, вот, конкретно у нее, вот, вот самое, для когда она подошла к чаше, то есть там появился кусок именно плоти и прям кровь. Вот, она, естественно, ужаснулась, но это все моментально происходило, тут же, ну, тут же мысленно покаялась, и это все назад преобразилось. То есть ангел сделал так, чтобы она вообще убедилась полностью, вот в этой хуле своей, что это реальное плоти и кровь, ну, просто для чего это спаситель делает? Мы же все-таки действительно не как-то, не звери какие-то, что нам удобно, удобно так, удобно едимо, что ли, вот действительно, чтобы это было в виде, скажем, вина и хлеба. невидимо, это действительно является, если мы веруем, действительно это как плоти и крови. Просто, ну, согласись, мало приятно было бы, скажем, в натуральном виде это потреблять. Мне кажется, вот так это объясняется, насколько я помню, почему именно мы, вот, это таинство, так вот, такое из себя представляет, именно хлеб и вино. Господь мог бы делать это спокойно, прям кусок плоти и крови, но вот мы так устроены, что, видать, это могло бы просто повредить, скажем, привести действительно к какому-то потом искаженному восприятию и так к развитию той же страсти, допустим, гадает. Вот смотри, когда апостол, они безмолвно приняли, но многие-то отошли, помнишь, а он им говорит, не хотите ли вы отойти от меня? Они приняли... А куда мы пойдем, если ты бог, действительно, это все равно, что у тебя один светильник в комнате, а дальше везде темнота, и тебе светильник говорит, не хочешь ли ты отойти? Но ты можешь куда угодно идти, везде тьма, куда ты уйдешь, у тебя один источник света, конечно, да, поэтому вместе с верой удается все это. У меня никогда даже и в мыслях не возникало рассуждать на эту тему, чтобы это мясо было. Я тоже, ты знаешь, вот на веру всегда вот мне сказали, вот я и в Писании написано, да, творите себе воспоминания мои, и все. Ну, написано в Писании, как бы, надо веровать, все. Но дело в том, что откуда эти все дискуссии, вся полемика вот эта ведется, потому что приступают всякие, скажем, противники, или просто провокаты, или люди пытливые, и они хотят разобраться, почему, они же вот опять же всякие провокационные видео, статьи, да, когда говорят, вы вот там людоеды, вы там кровьи и так далее, вот это вот все начинается. Ты начинаешь тоже невольно в это втягиваться, и как бы там кому-то что-то объяснять, или доказывать, или сам в этом разбираться. То есть ты верил, и тебе было спокойно. Потом человек приходит, говорит, ты что ты туда входишь, допустим, хотя бы ко мне так не приходили, ну, просто к другим. И начинает вот это вот так вот тебя, как сказать, колебать, вот у вас там кровь, там у вас там, Просто последние 30 лет было, называется, лето Господнее, благоприятное. Были благоприятные обстановки такая в мире, то есть к принятию христиан, не было гонений, понимаешь, но эти гонения, они во все времена были на христе, их всегда гнали, всегда ненавидели, и гнобили. Вот сейчас опять ступень гонений начинается на христиан. Ничего тут удивительного нет, все это нормально, это ненормально, когда не гонят, понимаешь, и говорит Господь, и будут гнать, и всячески неправильно злословить, за ее мое. Конечно, нет, это только, и когда гонят, я для себя понимаю, что это лишний раз доказывает, то, что действительно у нас, ну, вот именно вера в Господа Иисуса Христа, она действительно, ну, как бы истинная, это и так понятно, но когда гонят, это лишний раз доказывает истинность, то есть, если вернуться, вот, к лекции Мосипа, одну я у него, единожды услышал очень правильную мысль, сам как-то, вроде оно на поверхности, а сам до этого никак не додумался, он говорит, вот обратите внимание, говорит, сколько на земле религий, да, там, буддизм, ислам, православие и так далее, и какие жесточайшие гонения были исключительно только на христиан, только на христиан, то есть, дьяволу пофигу, там, веришь, буду, нормально, все, там, гуляю, Вася, там, в ислам, тоже, там, еще как-то, и только на христиан, жесточайшие просто убийства, вот, именно ненависть, просто вот лютая ненависть к христианам, почему? Потому что, значит, что-то здесь не все так просто, вот, то есть, это лишний раз доказывает, если, когда тебя гонят, и, во-первых, это подтверждается и Писанием, вот, то, что, а как тебя могут не гнать, естественно, если, там, ты не от мира сего, хотя, получается, что, когда ты засыпаешь духовным сном, ты становишься, как бы, от мира сего, потому что мир перестает тебя гнать, ты засыпаешь, и начинаешь, вот, это вот, все в суете, вот, в этой, как бы, ну, порабощаться этому, я заметил, чем больше ты порабощаешься и спишь, тем меньше ты испытываешь каких-то, там, плохих сторон с этого мира, то есть, ну, он начинает тебя принимать, потому что ты его начинаешь принимать, и, соответственно, душа каменеет, и наоборот, и обратный процесс, чем больше ты пытаешься из этого болота вылезти, тем мир более агрессивно к тебе начинает относиться. Всякое зло не любит света, кто любит свет, идет к свету, кто не любит, тот идет против света, вот и сегодня мир, он не любит, да и это легко проверить, христианин, заходя в совет нечестивых, какое-нибудь общество, развратных людей, посмотри, как люди начинают сторониться христианина, они сразу умолкают, они перестают материться, они начинают виновата смотреть на этого исподлобия человека, они себя сразу чувствуют виноватыми, понимаешь, ну, это часто любой христианин замечал, сразу неудобно, они стараются как бы подражать ему, то есть, потому что... частично замечал, частично, только отчасти, то есть, в какие-то дни это было действительно, в какие-то нет, то есть, видимо, это уже зависело, наверное, то есть, когда, ну, скажем так, моя вот эта вот благочесть, насколько ты светил миру. Да, да, то есть, когда свет падал, то есть, соответственно, я уже, люди уже не реагировали. Если полным светом светишь, мир, знаешь, как обличается, и, конечно же, они потом начинают, мир начинает ненавидеть его, а это, в первую очередь, из-за зависти, завидовать начинает, потому что человек, вроде как, хотел бы стать таким, понимаешь, что он не может оставить мир от того, что он любит в этом мире, поэтому он все-таки выбирает тьму, вот, а лучше всего, чтобы этот человек вообще не ходил, не приходил и не ходил. Не, ну, иногда же тоже, как, вот тоже вот, приходил, не приходил, тут, вот это, как бы, если отец не призовет, то не можете прийти ко мне, я так иногда думаю, а что, неужели отец может кого-то так не захотеть призвать? А это даже не от призвания зависит, это уже, даже на мирском уровне благочестия, простое благочестие, понимаешь, человек вправе избрать норму поведения, даже мирскую норму, норму мира этого, понимаешь, вот, а человек не хочет так, вот я не помню, в твоих роликах некоторых, я бы часто, конечно, видел, что ты ссылки присылал, вот пятница-развратница, да, вот сегодня, вот это не понравилось, я не видел, и сегодня так действительно, миру говорят, да, пятница-развратница. Да, ты знаешь, это, притом, это уже устарело выражение, я тебе так скажу, я вот еще на работе, первый раз это выражение услышал, сейчас у нас 2018 на дворе, в 2015, то есть я работал как раз, вот, в офисе, и там вот, в офисе, это все время одно и то же, народ вот загибается, естественно, тяжело, потому что рутина вот эта вот постоянно, и они прям, что сегодня пятница-развратница, я думаю, ох, ел и бал, опять там кто-то там, ну вот и насколько, я не ходил, но там вот да, вот это там, пойдем там, это там, кто там, ну, соответственно, будут люди к Васе, я просто услышал то, что как-то там человек говорит о том, что я не хочу пить, а он говорит, да как, ты не хочешь пить сегодня пятница? Ты что, дурак, что ли? Стандарты такие, вот, насколько они работают, разве человек может отказаться от этого стандарта? Конечно, ему, и когда свет такой, придет, евангельский свет обличит его, понимаешь, вот и в ад попадешь за вот эту пятницу, конечно же, он выберет пятницу, потому что для него, это цель жизни, смысл его жизни, это пятница. Ну, потому что он ищет, он ищет выход, он, понимаешь, его это как плитой давит, он ищет выход, и не находит его, он, как бы, он по натуре, как бы в нем еще зерно вот этой жизни не умерло, в нем вот эта искра, пока он еще эту землю, любой человек, пока эту землю топчет, в нем какой-то огонек все-таки горит, душа пытается куда-то вот поломиться, там, в этот угол, в этот где-то там, и все суррогат, она не находит, она это попробовала, не легчает, эту пилюлю, и эту пилюлю, все никак, вот, и пока он этот путь найдет, пока ты, а помочь ему тоже вот со стороны смотришь, думаешь, а как ему сейчас помочь, пробовать ему говорить о Боге, он, он не поймет, он штыки вас примет, будет, это тут как, это же надо с размышлением, а то получится бисер перед свиньями, это где-то, где-то ты действительно можешь так приобрести брата, а где-то можешь и не, или сестру, ну, я имею в виду, вот привезти ее, да, там, а можешь и не обратить, это же надо еще уметь действительно как-то вот с любовью, чтобы он понял, это зависит от его подготовки, как он на все это дело смотрит, насколько у него промыты мозги, очень порой бывает, смотришь, думаешь, то ли помогать, то ли, то ли вспомнить, как это в псалме, блажен муж, не ходящий на совет нечестивых и на пути грешных места, а то сейчас станешь, так сказать, что-то ему говорить, а они обратятся и только еще, это бывает, у меня сколько раз так было, пытаешься что-то начать хотя бы потихоньку, и там, в результате ссоры, в результате даже и я там могу потом что-то, скажем, нагрубить, и потом думаю, ну а Макс, ну чего ты добился, ты добился то, что ты там вообще просто там с человеком почти поссорился, то есть вообще мир потерял, ну и что это, вот, и в ной раз не вплеваешь. Лучшая проповедь, это, ну, личный пример, вот, а там уже, исходя из того, ты увидишь, кто как на тебя смотрит, да, вот, кто интерес проявляет, тому можно уже проповедовать, поэтому, пути они, господние пути, они тоже такие, не то, что ты, конечно, идешь прям в лоб первого встречного, не работает, конечно, человеку, каждому человеку свой подход индивидуальный нужен, да, это все, конечно, непросто. Когда в Духе Божьем, когда с Господом, он Господь всему научит и подскажет, он подсказывает, когда кому говорить, кому не говорить, о чем говорить. Ну, мне кажется, мы настолько, ну, что я все время, мы, мы, пора Божью про себя, но вот я, например, мне кажется, я в большинстве случаев настолько от этого Духа, вот далек, потому что то там, то здесь, где-то как-то вот действительно держаться в заповеди довольно сложно, хотя и пытаешься, и поэтому в большинстве своем ходишь как слепой крот, вряд ли, ну, как мне кажется, может и есть иногда эти подсказки, но крайне редкие. Ну, судя по тому, что происходит, видимо, я без подсказок как бы обитаю. Соответственно, вот... Надо стремиться к тому, чтобы почаще не бывали эти подсказки. Вот. А это... Ты же понимаешь, о чем мы говорим в таких подсказках? Ведь они же есть, все равно есть. Поэтому так. Очень мало. Конечно, мало, а поначалу мало, потом больше. А потом вообще на подсказках жить больше. Это на самом деле. Я просто знаю и людей много знаю, которые именно так и живут. Своим умом уже не думают. А я... Чем мне думать? Я не думаю. Что Господь скажет, то и делают. Ну, это, конечно, да, уровень какой-то для меня. Это непостижимо. Да ну, непостижимо. Постижимо просто. Работать, трудиться надо. Это не сказки, не тайны, не секреты таких людей. У меня причем и на канале есть такие люди. То есть, они вот тоже в этом, скажем сказать, в своем благочестии таких плодов каких-то достигают, да? Абсолютное общение с Духом Божьим. Конечно, бывает, впадают в эти состояния, но мгновенное покаяние. А пока мы во плоти, конечно, она плоти все равно бывает, наскакивает из-за угла. А вот мгновенное покаяние ты говоришь. То есть, просто, то есть, человек кается, скажем, ну, там, про себя, да? Он как-то покаялся, понял, осознал, и у них приходит, приходит облегчение, потому что, вот если же, скажем, того же Ивана Кронштадтского я читал, да, когда вот его дневники, он говорил, вот опять там осудил эту, она там с этой коляской ко мне привязалась, я там не выдержу. И потом, он говорит, я быстренько побежал там к священнику, исповедовал, он меня и Петрахиль накрыл, и только тогда я почувствовал душевный мир. То есть, а так просто, если верить, как бы, вот то, что у этих людей происходит, он бы мог просто в этот же момент, там, Господи, там, ну, покаяться ему, да, и получить мир. А он, видишь, он описывает, что мир был получен именно после, вот, таинства. не знаю, когда ей некуда бежать, то что ж, не просит, без больше. Конечно, но Господь же видит, то есть, как, некуда тебе бежать, или ты даже там, при том, что у тебя там храм через 150 метров, а ты вот хочешь... эти условия просто человек сам себе ставит, поэтапные какие-то, просто человек увидишь, ну, мы плотские, просто нашу плоть легче, как бы, покорять, не покорять, а, укращать легче, вот, какими-то рамками жизненными, вот, то есть, душе, уму легче донести, вот, как бы, через такие вещественные дела. И, ну, человек сам себе так приучает, и все. Ну, мне кажется, это как минимум уже, как это сказать-то, церковная, ну, не традиция, или как это, что вот именно отпущение происходит через исповедь. Там же, как Христос сказал, да, что отпустите, то отпустится, то есть, через апостолов, а приемники апостолов это священство. Христос же тогда бы написал бы в Писании, вы просто тут же покаетесь, там, без всяких, ну, не надо там апостолам ничего отпускать, каждый кается про себя, я отпускаю. Он же ведь, видишь, сказал через апостолов, то есть, что вы отпустите. Это исповедь, как священники называют, генеральная исповедь, когда человек за определенный отрезок времени... Только ли генеральная, когда ты там за 10, за 20 лет исповедуешься. А почему за неделю? Может и за неделю, может и за месяц, может за год. И опять же, разделять надо грех к смерти и не к смерти. Ну, есть, да, там грехи, прегрешения и там грехопадения, допустим. Ну, конечно. Грех не к смерти, он, Господь, через совесть обличает тебя, и ты тут же приносишь покаяние. Ну, допустим, человек ты с каким-то человеком поругался, тут же раз у тебя мгновенно сказал ему что-то, он тебе сказал, раз перепалка, мгновенное осуждение, от Бога, мгновенная просьба этого прощения человека, примирения и покаяния, понимаешь, в одну минуту все происходит. То есть это уже плод Духа мы видим, когда прощение. Когда они умирятся люди, это значит Бог их прощает. Ну, все, он стирается уже, грех, понимаешь, он становится как бы не бывшим. Значит, Бог это прощает. А если, допустим, вот как бы там что-то вы там поцапались, ну и потом перешли на нормальный говор, но официально вы, допустим, как бы не мирились, скажем так, ну какие-то прощения, а просто, ну так, скажем, как-то перепалка произошла, и потом опять просто обычное нормальное общение. Ну, в семье их обычно так и происходит. Ты же знаешь, мало кто там прям там в основном прощение просит, если как-то люто поцапались. А так бывает просто что-то повздорили, ну и потом опять обычное нормальное такое общение. Ты же, как бы вот этот факт тогда потом нужно все-таки, я думаю, обнажать на исповедь. Хотя ты уже понял, что-то там, допустим, ты был не прав, вот зря я там, допустим, голос ты повысил, просто нагрубил, ну то есть, ну, или как, или ты имеешь что-то надо первым делом. Это если остается у тебя, бывает, знаешь, какой вот, живет семья, допустим, у них настолько часто это происходит, что они просыпаются и смотрят так вот вчера как расстались дружно, или поругались мы, или дружно расстались, не помнят люди уже. То есть настолько часто вот эти примирения и вражды происходят, что уже и на сердце не держат друг на друга ничего. Вот, вот я тебе про это и говорю, что у меня вот в семье просто бывает так, что мы просто как-то, ну, смысла, нам уже смысла нет, как бы там прощения, потому что, ну, бывает там кто-то там, я на кого-то повысил, на меня кто-то повысил, да уже я там через час забыл, как бы я же обид не держу, я же там не говорю, вот ты там повысил, не подходи ко мне, ну, что это, я же, и так же и мои ближние. Само собой, если там как-то люто поцапались, то мы прибегаем, конечно, там прощения. По-хорошему, конечно, лучше так примиряться с словами, да, в отношениях. Ну, если уже настолько часто, что да я не знаю, у меня если вот, допустим, я с мамой живем, да, если происходит что-то такое, у нас это автоматически уже и не просим прощение к друг другу, забываем тут же все. И уже там же и забываешь, что прощение, просись. Ну, вот, вот, да, я про то же как раз и говорю. Это, мне кажется, много у кого так. Но, с другой стороны, главное, чтобы это не перешло, когда уже ты вот вообще, допустим, человек не просит, да, там, по любому поводу. Вот, это уже другая крайность. Ну, в этом, да. Кстати, вот... Это вопрос семейный, когда не найти правого, виноватого, тут трудно разобраться, поэтому человек лучше на тормозах это все спустит, когда не нивелирует это. Вот, когда действительно кто-то правый, виноватый, если сами не разбираются, надо и третьего призывать тогда для выяснения. Потому что... Вопрос-то в чем? Вопрос в том, что люди в злобе остаются друг на друге. Тут вот главное, чего не было, чтобы на тебя никто и ты ни на кого зла не держал. Это да. А вот ты еще, кстати, говорил, я как-то задумался про фразу, когда вы, ну, там, отрывки из Евангелия обсуждали, я же смотрю, тоже мне какие-то мысли появляются, ты прокомментировал, когда про Иисуса там фраза, тебе еще нет 50 лет, а ты уже говоришь, что прежде Авраама был. И ты это объяснил, как Иисус якобы от изнеможения плоти, то есть он был 30, а выглядел там на 50. Помнишь такое? Да. Я как-то удивился. Мне кажется, просто наоборот. Ну, вот я поделюсь своей точкой зрения, то есть он выглядел можно... Видишь, они же говорят, тебе нет 50, а ты говоришь, что ты прежде Авраама был. Правильно, потому что он же говорит о себе, о Сыне Божьем, как в символе вере говорится, что он был вообще прежде всего рожден, несотворительно, одиносущно Отцу. Им же все. Вот он прежде Авраама и был. И это первый аспект. И второй мудрость его, потому что они говорят, кто он такой? Он так знает Писание, не плотник ли он сын? То есть вот эти два аспекта, что он в идеале знает Писание, гораздо лучше, чем фарисеи, книжники, законники, да? Раз. И вот он говорит, да, что прежде Авраама был. То есть мне кажется, это совсем не от него изнеможение плоти. И неизвестно, какое там изнеможение было, потому что вот тоже второй факт. С тобой тоже говорил некто Александр Дмуха. Вот он, я статьи тоже почитал, там кое-какие. И действительно, там если обратил внимание, Христос же постился только 40 дней, а в остальные дни он как бы с апостолами не постился особо-то. Вот, скажем телесно. И неизвестно, было ли у него такое сильное изнеможение. Именно вот из-за мудрости его, вот этой вот очень сильно, как это так? Нет? Вот статьи, вот статьи как раз вот этого Дмухи я бы тебе не советовал читать, потому что очень повреждение умом происходит, как Христу. То есть этот человек не православный, понимаешь, у него и мирское отношение ко Христу. У нас совершенно другое. Мы знаем Христа как изведывающего болезни, понимаешь, человека, не имеющего двух одежды, не знающего, где преклонить головы. Вот. И опять же, конечно, то, что ты говоришь о 50-ти годах, конечно, это нормально, это естественное толкование. Но я здесь говорю о том, что представляю уже Господа, как человека, насколько в своих трудах, вот в этих, ты понимаешь, он на месте не сидел, ну, был плотником. Ну, кто такой плотник? Он, можно сказать, постоянно в труде находится, в работе, да? Человек такой. Но у нас плотники есть, которые в работе находятся, но они не выглядят изнеможнёнными. Не, послушай, я имею в виду то, что человек в труде постоянно находился. И я это подчеркнул именно для того, чтобы, ну, можно сказать, любовь свою оказать Господу. Насколько, насколько православие мы должны подражать Господу, не щадя себя. Понимаешь, мне, мне так открылся. Вот он такой изнемождённый в одеждах таких подошёл, в рваном хитоне какого-нибудь, растрёпанные волосы, понимаешь? Ну, я говорю, это ты его больше, мне кажется, да так, скажем, ему такую милость, жалость человеческую оказал, но не факт, что вот он в рваном хитоне. При распятии уже, да, каким он ходил, даже если ему не было главу. Рваным, я имею в виду, ну, вшитым каком-нибудь, вшитые одежды. Ну, и недорогой, и не настолько, чтобы как парисей выглядел бы он, Ну, мне кажется, мы такие подробности уже никогда не узнаем, потому что, само собой, никакой евангелист это описывать не будет, как он... Мы видим, что пророк Исаия достаточно описал образ Христа, и не было в нём ни вида, ни величия. Он был презираем, и ненавидим людьми, гонимый, не имеющий, где преклонить главу. В истории христианства мы видим, много духовных людей, которые прожили жизнь, уподобившись Христу. Именно таким Христа исповедует православная вера. То, что Муха описывает, как он посещал собрание, как он говорил, он причём в моём ролике говорил, что он любит есть и пить вино с грешницей, понимаешь? Ну, это перебор, да, там, я считаю. такого даже в Евангелии не написано. Просто этими словами укоряли Христа, говорили, что он ест и пьёт вино с мытарями и грешниками. Это укорение ему было, это упор ему было. Поэтому, ну, я не буду простить меня, ради Бога, если я таким Христа и предоставил. Нет, нет, да я не в том, я просто вот, у тебя интересная мысль, я вот как бы поделился, как я воспринимаю, не то, что там я как-то, знаешь, там, критикую или что, нет, я просто вот поделился, что, ну, своим, своим, своим взглядом, со своей, что-то, колокольной, только и всего. Нет, я к чему это говорю-то всё? Всё-таки какую-то проповедь тоже, понимаешь, мы должны свою веру влюсти по подобию Христовой, то есть как, то есть если мы не ходим, как Христос, а мы знаем, как Христос ходил, не имеет, где головы преклонить, лисицы имеют норы и птицы гнёзда, вот, а этот человек как жил, поэтому веру вот эту православную, понимаешь, идёт развитие, в харизматию сейчас превращают, я вот выстрелил с этим Павлом Островским, это же всё идёт, он же учится откуда, от харизмата, вот так развлекать народ, я пока не видел вот это видео, надо было посмотреть. И скоро, я думаю, в течение нескольких лет просто за такими священниками пойдёт отряд вот таких харизматов, понимаешь, и вся вера христианская, она скоро превратится в харизматерию. А, погоди, это не последнее видео, нет? Вот, где выложил смеющегося священника. Да, да, вот это 16 числа, да, это я верю. Ну, действительно, странно, вот это вот постоянный такой смех, вот, ну, даже чисто восприятие, как, скажем, там, священника и человек, даже вот просто вот, я так посмотрел, ну, не очень как-то, скажем так, что ли, я бы так сказал, меня это оттолкнуло, вот такое поведение. Это стиль ведения проповеди, то есть это не то, что проповедь, это чтение Евангелия, вот, понимаешь, он с людьми сидит и читает Евангелие, вот, допускает себе вот такое поведение. Мне кажется, единственное, что действительно он сказал с сарказмом, а это получилось без сарказма, он говорит, у нас здесь с вами комедий-клаб, и вот это мне кажется... Послушай, вот на весь его смех, где он, я могу ссылку дать этого ролика, он смеется, понимаешь, народ сидит, молчит, редкий из людей, кто-то там ха-ха посмеивается, люди-то не смеются, он не дорожает, люди видят его поведение. То, что это не достойно, это невозможно, такое поведение. То, что вера наша трансформируется, христианская, она по подобию харизматии, скоро будет вся вера, вот, так и устроена, потому что священники сейчас пойдут, вот, в связи с тем, что умоляются, вот этот вот народ весь в храмах, люди уходят из православных церквей, они сейчас пойдут вот на эту, на поведение харизматов, то есть привлечение, вот таким именно, увеселительным, понимаешь, ну, показывают же и танцуют, уже и стихи читают. Честно говоря, не осведомлен, вот, ну, с такими событиями, может быть, это я могу. Да, ну, я все на канале, на своем выставлении, там, давно уже, есть у меня старые ролики, там, где я все это ставлю. Где? Может, какие-то единичные случаи где-то, нет? А, с чего начинает, большое, с малого начинается? Народу надо чем-то привлекать. Кстати, эта тема, по-моему, лет 15 назад, что ли, появлялась на каком-то форуме, я тоже читал, и вот там тоже люди начали развивать тему, ну, собеседники, скажем так, о природе смеха, о природе вообще вот этой вот эмоции смех, скажем, улыбка и прочее. Вот Христа тоже затронули, кто-то написал то, что, я не знаю, почему, может, он так, видимо, считает, так же, вот, как ты по поводу Христа, что ему вот еще там 50 лет, а он вот так изнеможден был. Кто-то написал, что Христос никогда не смеялся, он только улыбался, то есть, когда, а вот чтобы у него какой-то хохот именно был, такого вот нигде не замечено, но, честно говоря, в Писаниях вообще, по-моему, не замечено его, скажем, эмоции, там описано только, что он вот удивлялся, там два раза он удивился, первый раз сотнику, да, и второй то, что израильтянит такой сильный неверие, там, и не сотворил многих чудес, поневеривая их, и удивился, вот, вот, отошел с удивлением, как, вот, и второй раз сотнику он удивился, да, когда сотник сказал, что, вот, к слову скажи, и выздоровеет, вот, Иисус тоже, в Евангелии два раза, где, Господь, прослезился, один раз написано прослезился, другой раз заплакал, это когда, первый раз про, когда Лазарь воскрес, а второй раз, когда, ну, город сей пойдет, когда он на Иерусалим, и прослезился, нет ни одного места, где Господь бы порадовался, да, то есть даже там ни улыбки, там ни смеха, ничего, я того как-то тоже не находил, поэтому мы должны придерживаться, вот, именно православия, в чем оно православие, это наше и сильно, вот, именно по образу, Господь говорит, возьми крест свой, следуй за мной, что значит следуй за мной, то есть, подражай в вере, не любите мир, и не того, что, не любовь к миру, она и предполагает, вот, это, жизнь-то, такую, можно сказать, в аскезе, которую Бог как раз и отвергает, аскезу, он полностью отвергает аскезу, да, какой пост, кто как, есть пост, совсем не есть, а есть, можно и есть, именно, православные посты, они именно на это и заточены, чтобы с разумением подходить, я говорю, а не верующим человеку, который, ну, просто называет себя православным, да, я православный, я пощусь там, да, отношения, ну, это диета у него, если без молитвы, это диета, послушать, я же говорю, человеку можно просто принять, он разумно просто составленный, они, они настолько, даже без молитвы, он не умрет от голода, потому что там составлена очень разумно, она вот эта диета сама по себе, то есть, человеку даже если принять, ему, я говорил, помнишь, я говорил о диетах, которые выискивают сегодня люди, вот, какой у тебя там женщина, какая у тебя диета, какая у тебя диета, я говорю просто, я своим говорю тоже, домашним, ну, почему вы эти диеты ищите, возьмите, и поститесь по календарю, и будет вам самая лучшая диета, я же говорю о том, что это временами, не говорю о людях, которые молятся, конечно, который человек-то молится, ему об этом и не надо думать, он всегда молится, молящийся человеку, он всегда молится, у него нет такого, чтобы он не молился, секунды не проходят. Ну, это, по-моему, да, то ли у апостолов, то ли у кого-то был, по-нет, все-таки, кто-то из святых отцов написал, если вы молитесь нерегулярно, то это вообще не молитва, но вот, у меня, к сожалению, вот регулярности нет, так вот, значит, это действительно какая-то еще, ну, ей же надо тоже учиться, это же как всякое ремесло, это же нельзя просто так вот, даже и нудить себя иногда надо, потому что ведь, это враг род человеческого, он же всегда отгоняет от этого, даже вот и со Смирновым, я согласен, настолько люто, он не любит это действие, вот эту молитву, потому что он иногда даже благими помыслами тебе говорит, там вот, Евангелие, иди почитай, хорош молиться, вот, лишь бы, отвратить, и действительно очень сложно себя иногда как-то. Подход к молитве, опять же, если ты в учитывании берешь, что это одно, а если у тебя отношение с Богом, разговор с Богом, то это совершенно другое, вот я и говорю именно о разговоре с Богом. Ну, у меня пока такой стадии нет, у меня скорее какой-то комбинированный, то есть, скажем, и по этому слову, и там что-то своими словами, вот так. Есть, конечно, люди, у которых уже чистый такой диалог, но такая ступень, конечно, мне она недоступна. Пока-пока. Это, ну, для этого, видишь, Господь говорит, рождение нужно. Ну, кто как говорит, у кого-то происходит это единовременно, у кого-то это со временем как бы происходит в течение, не знаю, у кого-то, может, на годы затягивается. Это не то, что разговор с Богом, вот понимаешь, любящие люди, ты же наверняка это знаешь, что они когда просто рядом с другом находятся, им этого достаточно, и это и есть их общение уже, понимаешь, а она вот ему или он ей, как мне не хватает тебя, а вот чего не хватает, да, да просто вот твоего присутствия не хватает, это и есть духовное общение. Вот так и у христианина с Господом, понимаешь, он даже никогда и не говорит, даже если с ним, он уже, он что, он рядышком, все, я рядом с Господом, сижу рядом с ним, все этого достаточно, а когда что-то возникает тут же захитону, о Господи, что там, как там, понимаешь. Ну, это уже вот, да, не всем доступно, и поэтому кому-то приходится вот эти ступени проходить такие, скажем, по молитву слову и так далее, не всем оно, может, оно как-то действительно подготавливает почву хотя бы. Усердствовать нужно в этом, потому что, если мы такими будем нерадивыми, то можем и опоздать. Можно ведь, кстати, и так и не родиться свыше, так сказать, до смерти, да, и просто вот, ну, потом тогда, наверное, там. Ну, а что, бывают, конечно, эмбрионы засохшие бывают, и такие вот уже завонявшие бывают, выходят эмбрионы всякие. Не, я имею в виду человек сам, ну, если он жил, жил, но не получилось у него там свыше родить, но он пытался. Ну, вот я тебе и говорю. Ну, а вот не родился он. Я и говорю, о духовном рождении, духовном рождении то же самое происходит. То есть, там какое-то преображение будет, не будет, это непонятно тоже. Ну, по делам. Ну, что, Максим, давай тогда поговорили. Ну, да, спасибо, Сереж. Ну, если что, там можно звонить тогда, да, созвонил. Субтитры сделал DimaTorzok